Более 200 тысяч изданий, десятков стран мира, в открытом доступе и под одной крышей. В Москве сегодня открылась 26-я международная книжная выставка-ярмарка. Для большинства посетителей это долгожданный шанс приобрести редкие, не встречающиеся в магазинах тома, а может быть даже встретить их авторов. Наш корреспондент Дмитрий Хрусталёв, который только что вернулся с выставки, уверен, электронные книги никогда не заменят бумажных. Церемония открытия Московской международной книжной ярмарки была в этот раз как никогда короткой. Своей коррективой внесла погода, а потому собравшиеся почти сразу устремились в 75-й павильон. Внутри посетителей ждало настоящее книжное раздолье. 200 тысяч новинок на десятках языках. Почетным гостем в этом году стала Венгрия. Мы не являемся великой державой с точки зрения армии и экономики, но мы считаем себя великой культурной державой. И именно это мы приехали доказать в Россию. Чтобы объять необъятные и купить все понравившиеся книги, многие посетители пришли с рюкзаками и чемоданами. К тому же на выставке были издания, которые не всегда найдёшь в магазине. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов, частый гость на книжной ярмарке, сегодня презентовал свой новый труд, пока не поздно, и охотно раздавал автографы почитателям. Она раскрывает суть происходящих процессов, связанных с кризисом последние пять лет. И одновременно даёт варианты выхода из этого трудного положения, но мирно, демократично и достойно. В этом году на ярмарке сразу несколько ключевых тем. 400-летие дома Романовых, 85 лет со дня рождения знаменитого советского писателя Чингиса Айтматова, представлено много церковной литературы. Новую книгу об историческом пути православной церкви написал митрополит Иларион. Тот интерес к книжному слову, к слову церкви, которое через книгу передаётся людям, свидетельствует о том, что этот процесс возрождения и второго крещения продолжается. Ещё несколько лет назад многие скептики говорили, что бумажные книги уходят в прошлое под натиском цифровых технологий. Однако тысячи новинок на московской ярмарке говорят, похоже, об обратном. Ведь для большинства посетителей электронная книга никогда не заменит живую. Впрочем, хорошая книга нынче удовольствие дорогое. Большинство посетителей покупает литературу в мягкой обложке. Только вот хранится такая книга недолго, и передать её следующему поколению вряд ли удастся. Завершится московская книжная ярмарка 9 сентября. Митрий Хрусталёв, Александр Тирихов, Сергей Лепихов. Вести.